Центральная городская больница Заринска. В марте прошлого года, когда стало понятно, что пандемия коронавируса SARS-2 не минует ни один город, здесь начали готовить инфекционный корпус. Масштабов бедствия тогда еще не понимали. Вирус скоро пришел в Заринск. Система здравоохранения города, как и в целом в стране, едва справлялась. Поступающих было очень много и мы поняли, что где-то есть предел. Уже пациенты лежали и в коридорах, не только в палатах. Тогда начали сообщать всем сообществом, думать, что будет дальше, потому что что дальше никто не знал. В министерстве здравоохранения не совсем справлялись, но помогали больнице незамедлительно. Но какое милосердие и благородство проявят горожане во время пандемии, до этого момента никто и представить не мог. Для больницы собрали почти 15 миллионов рублей наличными, а еще почти на такую же сумму закупили костюмы, маски, антисептики, рециркуляторы, бактерицидные лампы, мебель, технику. У меня дочь медик учится в медицинском институте, и она вся у нас в семье, эта ситуация на слуху, и поэтому видели тяжелое положение города и решили собрать собрание. Значит, на нем присутствовал главврач, предприниматель, глава города. Директор ООО «Колот» Константин Симонов – один из жертвователей и координаторов помощи заринцев. К сожалению, сам он никогда интервью не дает, и мы обратились к директору по персоналу предприятия. Помогали же кто сколько может, но нужна была определенная сумма, которую нужно было собрать. И была какая-то пауза, пока собирали, и потом Костя, он, опять же, насколько мне известно, не разговаривали с Бракаренко, то есть сколько не хватает, да? То есть вот сколько вы сейчас собрали, сколько смогли люди, а я вот добавлю. Добавил около 5 миллионов рублей, и это только деньгами. На помощь медикам пришло все бизнес-сообщества Заринска, а также Заринского и Кытмановского районов, Алтай-Кокс, Заринская гор-электросеть, Торговый дом, Галухинский цемент, СФК, Лесное и многие другие предприятия и организации. Благодаря их помощи в микрорайоне Сорокина подготовили еще один корпус ковидного госпиталя на случай новой волны. Районную поликлинику обеспечили освещением, техникой, специальной мебелью, в палаты подвели кислород. Так что теперь Заринск готов принять новый удар пандемии. А это клуб армейского рукопашного боя «Крепость». В самые тяжелые дни пандемии старшие воспитанники в прямом смысле взвалили на плечи тяжелую ношу. Они поднимали в палаты баллоны с кислородом. Каждый весит около 90 килограммов. Вот он, центр распределения. Отсюда кислород подается в больницу к аппаратам ИВЛ. Если до пандемии центральная городская использовала до 60 баллонов в месяц, с появлением коронавирусной пневмонии такой объем стал необходим ежесуточно. Рампы перестали справляться с подачей кислорода. Пришлось поднимать баллоны прямо в палаты на второй этаж. Ну, это выматывает просто сильно. Обращались к Панкратию Константину Николаевичу, руководитель единоборств «Крепость». Он с ребятами, включая и сам лично, раз, наверное, 4-5 участвовали в подаче этих кислородов, баллонов с кислородом. Не в кимоно, а в медицинских комбинезонах, респираторах, защитных очках. Эти ребята носили баллоны. Но тренер говорит, в красной зоне тяжело не физически. Жесткая, я бы сказал, обстановка в госпитале. Когда заходишь, с одной палаты идешь, баллон таяшь, с одной палаты орут, со второй, все просят помощи, врача. Ну, как бы это тяжелая обстановка, если честно. В первый раз, наверное, было страшновато даже. Но потом привыкаешь и понимаешь, что это необходимая мера. И никаких сомнений даже не возникает. Уже многие писали о молодых спортсменах. Депутат Госдумы Александр Прокопьев специально приехал в Заринск, чтобы вручить ребятам благодарственные письма и подарки. Я отдельное внимание хотел бы обратить на роль молодежи в этой борьбе. И действительно, самое старшее поколение оказалось самым уязвимым для пандемии. Им требовалось и до сих пор требуется помощь. И здесь на передовую вышли молодые врачи, медсестры, студенты и спортсмены. И это, безусловно, говорит о том, что наше молодое поколение, оно готово брать на себя ответственность даже в условиях, по сути, риска для своей жизни и здоровья. Жители Заринска, с которыми нам удалось поговорить, объясняют волну взаимопомощи как проявление особого локального патриотизма. Пусть пандемия пройдет, а он останется. Андрей Дрейр, Алексей Фризин. День с толком.